Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю вам посмотреть как у меня растут, произрастают, укореняются листочки фиалок, сами фиалочки, как цветут, какие у меня стеллажи. Это два стеллажа, которые я вам показываю. Есть еще три стеллажа, где основные взрослые растения, ну а здесь у меня в основном детки на этих стеллажах и листики фиалок, которые находятся вот в таких вот коробках, накрытые сверху пленочкой. И вот здесь вот у меня укореняются листочки. Вот как я вам рассказывала, показывала в видео. Здесь у меня есть пустое пространство, я решила его занять. Вот такая батарея из листочков. Количество листочков, это не все, еще есть которые именно только-только поставлены на укоренение. Вот так вот они у меня, вот так вот у меня укореняются листочки, их развесила и вот так красиво и весело они себе растут и укореняются. В таких коробках у меня растут детки. Детки накрыты пленкой, здесь вот вентиляция есть, то есть там просто-напросто все вот разрослось. На коробке с детками, это так у меня растут детки, я их только полила, немножко они макроватые. Сверху накрыта вот пленочка в картонной коробке, здесь вентиляция. Я не люблю стопроцентное запаковывание, чтобы не было вообще вентиляции, потому что просто плесень все покрывается, не годится, мне не нравится и фиалки очень мокрые. Вот так у них здесь и вентиляция и хорошее самочувствие фиалочкам гарантированно. Укоренение листочки также переезжают в такую коробку, сверху пакетик и вот там вот вот все это накрывается, тоже вентиляция здесь есть, легкий. Обыкновенная пленка для упаковки прозрачная, не пищевая, это просто техническая пленка. Накрывается, скотчем заматывается, я как-то покажу вам как я делаю такую коробочку. Именно это очень легко и совершенно практически бесплатно. Это здесь у меня мини растут, тоже вот коробки, коробки-коробки мини, мини-мини-мини, вот целая толпа мини-фиалок, а это стандарты уже детки. Ну это вот так вот у меня все вперемешку, где-то что-то пропало, я вытаскиваю, ставлю на замену. Здесь вот тоже садик мини-фиалочек, листочки укореняются. Растения, это вот те, которые нужно будет пересадить часть, часть я пересадила уже и весной собираюсь сделать тепличку и вместе с вами вынести это все под солнышко, в тепличку, ну как, на естественное освещение. Это вот чего-то у меня Патти Клауди вообще стал вверх ногами, не знаю, чего это он. Рядом стоит вот белая королева, ей более-менее нормально, а Патти Клауди руки вверх и ни в какую. Ну, ниже еще ряд, вот такой вот ряд взрослых фиалок, которые нужно будет тоже пересмотреть, что пересадить, что оставить так, потому что у меня сейчас это все в куче, просто переставлен был стеллаж с одного места на другое и это вот количество взрослых растений, там сзади немножко есть листики и это вот где-то вот так вот все у меня растет. Это краткая экскурсия по моим стеллажам, на данный момент пока что мало цветет, но много бутонов, многие собираются цвести, весна не за горами, все девочки чувствуют это. В дальнейшем вам расскажу более детально, более подробно, а почему так, а почему не так, а почему не так, как у всех, а почему вот, у меня сейчас Рубин Моголов такой цветет классный, а почему именно вот в таком вот виде и вот так вот я выращиваю фиалки, и почему у меня такие стеллажи, я вам расскажу чуть позже. Просто решила вам показать количество, объем, навскидку, чтобы вам было понятно то количество фиалок, которые я выращиваю, ну скажем так, немножко такие многоватое, для одного человека, как я уже и сказала в одном из своих видео, что я буду массово сокращать немножко объем, потому что очень много сортов, очень много фиалок, и я действительно не успеваю это все поливать, мне нужны помощники, но помощников пока что я не могу дождаться, и для меня одной этого достаточно много. Вот так у меня растут фиалочки в три ряда, мне удобно, мне нравится, я уже так привыкла, и меня абсолютно устраивает. Красавица, это у меня кто? Это у нас малахитовая орхидея, очень красивая фиалочка, просто шикарный цвет у нее, первый цветочек после омоложения, ну много бутонов, она любит вообще естественное освещение, вообще все сорта практически, ЕК любят естественное освещение, поэтому надо будет ее весной переставить на окошко сейчас. Вот растут мои фиалочки, это, можно сказать, одна треть от всего количества, которые у меня растут. Так что, опыт есть, информация есть, я, дело в том, что с самого начала поступила неправильно, я не показала сначала свои стеллажи, чтобы понимали немножко о том, что то, что я рассказываю на своем канале, основывается на моем опыте, на опыте человека, который выращивает, ну, такое количество фиалок. Это, конечно, такой немножко хваст, ну, что делать? Ну, что же делать? Иногда же хочется вам похвастаться, показать, что, да, вот такой объем, но это больше для истории, потому что я буду сокращать, уже говорила, что буду сокращать количество фиалок, не успеваю чисто физически их поливать, и очень сложно за этим всем ухаживать и доводить его, ну, скажем так, до идеального состояния. Хотя состояние сейчас у нас, скажем так, нормальное, не можно сказать, я не могу сказать, что я там их совсем уж мучаю, но просто немножко мне стало тяжеловато. Вот такие красавицы, которые у меня растут, которые меня радуют, я от них заряжаюсь нескончаемой энергией, и, конечно же, от вас, потому что ваши комментарии, ваши отзывы всегда меня вдохновляют на съемку чего-то другого, нового, и мне хочется вам, как моим друзьям, показать, похвастаться, хотя, конечно, показать свои стеллажи, это как пригласить в гости полмира, как я говорю всегда, немножко так, ну, во-первых, это не такие стеллажи, как вы, допустим, привыкли, и немножко они совершенно выбиваются из общего понятия всех стеллажей, которые, может быть, вы видели в интернете. Но я же еще раз повторюсь, что я чуть позже сниму более детальное видео, расскажу, как я поливаю, так, как я ухаживаю, почему так у меня такая конструкция, и зачем я вот столько фиалок развела. Вот так вот, ну, так получилось просто иногда, хорошо, когда растут, да, и плохо, когда не растут, а когда много растут, да уж уж с ними делать их так много, ну, в общем-то, вот такие стеллажи, на которых выращиваются мои фиалочки, которых я показываю в видео. Конечно же, у меня есть и на окнах девочки растут, и отдельно стеллаж для взрослых, которые я делала вместе с вами, показывала вам видео, как я собираю его, но об этом стеллаже немножко попозже. Ну, за вам под конец, спасибо за просмотр, хорошего настроения, новых цветов, до свидания!